Это замечательное выступление придаст всем участникам нашей конференции настрой на интересную и конструктивную работу. Наша конференция, честь по труду, проходит в уютном зале Центра международной торговли, который нам любезно предоставили наши друзья. Спасибо вам. Это особенно ценно для всех присутствующих, потому что такие встречи дают каждому из нас большой заряд бодрости и оптимизма. В работе конференции принимают участие заслуженные люди России, герои, кавалеры государственных наград, лауреаты государственных премий, ученые, военачальники, то есть те, для кого труд был и остается делом чести, доблести и геройства. Очень приятно и то, что в этом зале сегодня представлена вся Великая Россия, от Камчатки до Калининграда, от Мурманска до Кабардино-Балкарии. Это красноречивое подтверждение того, что для добрых дел расстояние не преград. В зале присутствует 39 делегаций из регионов России, более 40 делегаций ассоциированных членов, в том числе Академии труда и социальных отношений, Российское общество инженеров строительства, Электростальский завод тяжелого машиностроения, МГТУ имени Баумана, НП, Центр стройэкспертизы и другие организации. Участниками форума являются герои страны, космонавты, военачальники, ученые, артисты, инженеры, рабочие, врачи, учителя, учащиеся и студенты. Несмотря на серьезные расстояния и сложные погодные условия, все они приехали в Москву, чтобы вместе с нами высказать свою поддержку людям труда. Поприветствую их друзья! По нашей доброй традиции хотелось бы поздравить тех членов нашей организации, кто недавно стал юбилеем. Самые искренние пожелания адресую легендарной женщине, машинисту паровоза Елене Чухнюк, получившей звание Героя социалистического труда Грозда в 1943 году. 90-летний юбилей отметил еще один участник Великой Отечественной войны, Герой социалистического труда Павел Иванович Голланд. Юбилей отметил большой друг нашей организации, адмирал флота Алексей Иванович Сорокин. Юрий Николаевич Григорович, Михаил Константинович Макарсов, Леонид Николаевич Молчанов, Олег Дмитриевич Бакланов, Валентин Григорьевич Распутин, Михаил Иванович Ножкин, Вячеслав Дмитриевич Румянцев, Валентин Андреевич Ефремов, Александр Дмитриевич Лютин и многие другие. 15 февраля исполнилось 50 лет большому другу нашей организации, командующему воздушно-десантными войсками, Герою России, генерал-резиданту Владимиру Анатольевичу Шаманову. Слова признательности адресую нашим женщинам, посвятившим жизнь отечественной легкой промышленности, Людмиле Васильевне Румянцевой и Маргарите Александровне Соловьевой. АПЛОДИСМЕНТЫ Именно сегодня отмечает свой день рождения член трудовой добрости России Ренат Сульманович Акчурин, выдающийся кардиофирург, легенда русской медицины. От всей души поздравляем Рената Сульмановича и желаем ему и всем юбилярам крепкого здоровья и активного долголетия. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые товарищи, месяц назад мы с вами выбрали президента России. Перед страной стоят большие задачи. Россия должна быть единой, большой и сильной, уметь за себя постоять. А единство обеспечивает не только танками и пушками, экономическими показателями, хотя это, конечно, тоже важно. Единство обеспечивают люди. Они множат могущество отчизны, несут в массу профессиональные знания и достижения культуры. Все это цементирует нас, как единый российский народ. Наша организация вела, ведет и будет вести работу по воспитанию человека труда, как первоосновы всех достижений. Но давайте посмотрим, как относятся к инженерам, техникам, рабочим и крестьянам наши доблестные средства массовой информации. Что мы видим на экранах телевизора, о ком читаем на страницах многих газет и журналов. Кустяковые события обсуждаются так, будто они судьбоносны для всех россиян. Месяцами мы ссорятся подробности свадьбы певицы с юмористом или приключения кота Дорофея. Люди возмущаются. Зачем трясти личной жизнью перед всем честным народом? Такая политика руководителей телеканалов и главных редакторов изданий не служит государственным интересам России и не должна поддерживаться руководством страны. Между тем, ежегодно только первый канал получает господдержку в размере более 3 миллиардов рублей. Другие тоже не отстают. Считаю, что общество и власть должны со всей серьезностью поставить вопрос об ответственности руководителей СМИ перед народом. Так справедливо отмечает большой друг нашей организации, народный артист России Михаил Иванович Ножкин. Не зарубежные, а свои отечественные СМИ активно работают над тем, чтобы молодое поколение России забыло даже слово «герой». Для этих журналистов нет ничего святого. Отцы – алкоголики, деды – неумехи, а история России до 1991 года вообще никакая. Отчего так устойчиво эта слепая нелюбовь к прошлому своего отечества? Недавно прошедший на Первом канале фильм «Жуков» не рассказывает о том, что Жукову во время битвы под Москвой пришлось не спать 11 суток подряд. Или о том, какой ценой далась нам победа. У новой телегиографии великого русского полководца 20 века задачи иные – посмаковать интимные подробности его личной жизни. Стоит ли удивляться, если во многих школах, на уроках, труда, мальчики занимаются только вышиванием? Печальным результатом приводит такая политика. Как-то мы посетили 20 школ одного из районов Красноярска, встречались с ребятишками, учителями, рассказывает руководитель региональной организации, полный кавалер Ордена Трудовой Славы Юрий Иванашков. Хорошие были встречи, но меня глубоко задел факт, что ни один из них не мог назвать фамилии ни одного героя социалистического труда края. Но разве в этом перекосе не участвует государство? Участвует по заявлениям наших руководителей. Общая задача заключается в том, чтобы в обществе утверждать ценность современных рабочих профессий. Как хотелось бы, чтобы за этими словами последовали коренные преобразования в профессиональном образовании в сочетании с реальным моральным стимулированием тружинка. Десятилетиями наше государство имело мощную систему поощрения человека в трудах. Это формировало уважительное отношение к людям, достигших лучших результатов в своем деле. Но после 90-х годов, в годы реформ, пренебрежительное отношение к человеку труда стало нормой. В России были упразднены все государственные награды со словом «труд». Разве можно согласиться с тем, что за 4 года, лишь один раз перед праздником труда 1 мая, президент вручил государственные награды людям труда – строителям, металлургам, шахтерам, работникам агропромышленного комплекса? А ведь вручение государственных наград в Кремле – это символ не только признания Родины личного успеха, но и доказательства того, что человек сумел добиться высоких достижений на своем месте, независимо от того, чем он занимается. К слову, президент Дмитрий Анатольевич Медведев как-то рассказал, что получил письмо, автор которого удивляется, почему глава государства мало награждает рабочих и крестьян. Справедливый упрек, согласился президент, но на этом все и остановилось. Нас очень обрадован тот факт, что недавно Владимир Владимирович Путин в своем выступлении в радиотехническом колледже Санкт-Петербурга однозначно выразился по вопросам нехватки в стране высококвалифицированных рабочих, назвав это проблемой номер один. Наконец, из УЗ руководителя государства прозвучали следующие слова, которые многие годы звучали с трибун нашей конференции. Цитирую, необходимо повысить спрос на квалифицированный труд и поднять его общественный престиж. Мы такую постановку задачи от всей души приветствуем. Вспомните, как раньше при большом стечении народа вручались переходящие знамена, другие коллективные и индивидуальные награды. Сошлюсь на близкий мне пример коллектива «Союзметровской строй», который отмечает свое 60-летие и которым мне доверлось руководить уже около 40 лет. Работники предприятия по праву гордились результатами своего труда. И тот труд был отмечен знаком трудовая доблесть и орденом Трудового Красного Знамени. Коллектив получил орден спустя два года после того, как добился звания образцового предприятия города Москвы, первым среди строительных организаций столицы. В юбилейной папке 60-летию предприятия с золотыми буквами написаны фамилии десятков рабочих, мастеров, инженеров, наших передовиков, награжденных орденами и медалями, трудового Красного Знамени, трудовая доблесть, трудовое отличие, трудовое слава, дружба народов, за строительство БАМа, удостойных почетных званий лауреата государственных премий, заслуженных строителей РСМСР, Украинской, Грузинской, Казахской, Латвийской, Кузбекской, Бурятской, Утмуртской республик, медалями ВНХ, многими дипломами и грамотами. Многие из них сегодня присутствуют в этом зале. С честным их пола! Я думаю, о подобном могли бы рассказать многие знатные труженки, которые собрались в этом зале. А сколько книг и документальных фильмов было о труженках. Наш знаменитый строитель Анатолий Сурсов недавно вспоминал о том, что не было дня, чтобы в его комплексной бригаде не побывал корреспондент газеты или телевидения. О коллективе строителей были сняты четыре документальных фильма, которые прошли в кинотеатрах всей страны. Сегодня такие фильмы и публикации скорее исключения, чем правила. Хороших примеров единицы. Так сотрудники телеканала «Доверие» выпустили на экран серию телеочерков под общим названием «Сильный дух». С нашей помощью были созданы передачи о Генрихе Новожилове, Нине Мотовой, Анатолии Сурсове, Борисе Барминце, Алексея Макаровича и других. Что касается книг, то ситуация не без нашей активной работы сдвинулась с мертвой точки. Мы располагаем информацию, что в Нижнем Новгороде издана книга «Герой труда» и «Нижегородцев». В Твери сборник о героях труда и полных кавалеров Ордена Трудовой Славы. Подобные книги увидели свет в Краснодаре и в Саврополе, Красноярске и Санкт-Петербурге. Но есть и такая информация с места. День Героев Отечества отмечается во многих регионах практически незаметно. И даже когда на праздник съезжаются те, чьи фамилии когда-то не сходили с газетных страниц, власти эти мероприятия игнорируют. Видимо, заняты более важными делами. Надо все сделать для того, чтобы в недалеком будущем, День Героев Отечества, мы отмечали лучших залов городов при огромном стечении народа, при внимании прессы и власти. Уважаемые участники конференции, труд и его результаты – это опора державы, источник материального благополучия ее граждан. Именно поэтому мы настаиваем на том, чтобы в стране появилось звание, приравненное к званию Героя России. Это, например, может быть звание Герой Труда, которое позволит вернуть в труду его славу и значение, поднимут в стране статус труженика. Есть же примеры в регионах. Учреждены звания Герой Труда Кубани, Герой Труда Ставрополя, Калмытии и других регионах. К сожалению, такие примеры единичны. А коль государство нечестует и не отмечает лучших рабочих и техников, инженеров и конструкторов, организаторов производства, то вы сами знаете, свято места не бывает. Этим начинают заниматься другие организации, присуждая Ордена Герой Труда и присваивая себе не только славу, но и большие деньги. И этот бизнес в России процветает. Одно время золотые звезды Героев Социалистического Труда вручались за подписью председателя так называемого постоянного президиума съезда народных депутатов СССР. Все эти звания не имеют юридической силы и не являются государственными наградами. Обидно за людей, согласившихся принять эти знаки. Это не наш путь. Мы хотим искренне и бескорыстно возвеличивать человека труда. Так в Красноярске открыт уникальный мемориальный комплекс Героев Боевой и Трудовой Славы. Он возблигнут по инициативе нашего регионального отделения. Вопросы организационного характера и материального обеспечения взял на себя благотворительный фонд Веры и Надежды, которым руководит депутат законодательного собрания Красноярского края, член краевого регионального отделения Анатолий Быков. И таких энтузиастов в стране немало. Сейчас мы помогаем в строительстве мемориала на Камчатке, где руководит оригинальная организация только что прибывший Геннадий Иванович Фуряк. Есть предложения и из других регионов. Активно работает в Самаре региональное отделение нашей организации, которому руководит Герой России, полковник запаса Игорь Станкевич. Сегодня организация добивается принятия изменений действующему законодательству, касающихся статуса героев. С 2007 года проводятся губернаторские предновогодние приемы выдающихся жителей региона, героев войны и труда. Особое внимание следует уделить Тверской региональной организации. Традиционно 9 декабря, в День Героев Отечества, губернатор области, герой России Андрей Шевелев встречается с героями социалистического труда, полными кавалерами Ордена Трудовой Славы и молодежи. Контакт организации с главой области позволяет решать вопросы социальной помощи ветеранам труда, разрабатывает программы поддержки молодых специалистов, способствует развитию традиционно для региона отрасли промышленности и сельского хозяйства. В республике Алтай активно работает Борис Алушкин, человек энергичный и деятельный, сумевший объединить не только усилия героев и полных кавалеров Ордена Трудовой Славы, но и многих прославленников, тружеников в крае. Вот название лишь некоторых общереспубликанских мероприятий. «Была война, и мы трудились. Труженикам тыла посвящается молодежь о ракном и трудовом подвиге старшего поколения и других. Вся эта работа активно поддерживается руководством республики. Добрые слова о военно-патриотической работе следует также сказать о Медынской региональной организации Калужской области. Наряду с моральными стимулами хотелось бы сказать и о материальных. Надежда Едимовна Немочина, как и еще четверо гдов героев социалистического труда Бурятий, получает пенсии по 4 тысячи рублей. Это при том, что на достойную старость бывших слуг народа, причем всех, кто занимал хоть какую-нибудь должность в республиканских органах до и после крушения Советского Союза, дотационный бюджет Бурятий тратит почти полмиллиарда рублей в год, доплачивая от 70 до 115 тысяч рублей. Когда же местные депутаты предложили установить доплату домам героев соц. труда и кавалерам Ордена правовой славы в размере 10 тысяч рублей, это всего полмиллиона рублей в год, денег в республике не нашлось. В России вдов героев, женщин пожилых и больных немногим более 300 человек. Это в основном вдовы участников атомного проекта, ушедших из жизни из-за лучевой болезни, а также вдовы крупных ученых и военнослужащих. Для них у государства также нет небольшой суммы, чтобы уравнять их с обдовыми героями Советского Союза и России. И такие факты не делают чести государству. Так стоит ли сегодня удивляться, что страна столкнулась с дефицитом квалифицированных рабочих кадров, которые с каждым годом обостряются? Совершенно справедливое утверждение, что рынок труда квалифицированных рабочих нуждается в серьезных переменах. Отсутствие социальной справедливости в нашей стране – главный вопрос, который стоит перед российским обществом. Низкая цена человеческого труда и зарплаты. Недостаточно пенсионное обеспечение вызывало у людей страны большую напряженность. Как известно, сейчас руководство страны начинает реализацию ряда национальных проектов, которые напрямую связаны с повышением уровня жизни людей. Но ведь удается сделать какие-то проблемы. Например, возрождаются в России студенческие стройотрядки. Сначала десятки, а сегодня уже тысячи молодых людей. Каждое лето отправляются за профессиональной подготовкой, атмосферой дружного коллектива, трудовой практикой и хорошим заработком на строящихся объектах. Мы советуем нашим оригинальным отделениям теснее взаимодействия с метрами государственной власти. Приведу лишь один пример. Президент Кабардино-Балкарии Арсен Конаков побывал в гостях и герой социалистического труда Николая Никитича Итушенко, которому недавно исполнилось 90 лет. Естественно, это была просьба нашего оригинального отделения и глава республики на нее ответил. Пример достойный подражания. Мы с вами, дорогие товарищи Созидатели, мы гвардия, стоящая на страже интересных человек в трудах, на защите нравственных рубежей. Думаю, выстоим, ведь гвардия не сдается. Только надо верить в себя и в дело, которое мы служим и будем служить. Это дело нашей Родины России. А впереди у нас майские праздники. Как сказал поэт, вечно сияя над республикой нашей, труд, мир, май. Спасибо.